Сегодня в Минску отбудется другий полфинал народного шоу «Я могу». Про моя трансляция конкурсу талентов пошнется у 19-х годин, 15 хвилин на телеканале «Беларусь-1». У другим полфинале у сего будут показаны 10 номеров, 4 от Брестской в области. Усеяны разножанровые, нехто спевая, нехто разыгрывая мини-театр, а нехто будет сдевлять независимыми приемами хореографии и пластыки. Усе удельники вельми таллиновитые и поддаются на подтримку земляков. Ну а по куль – знаемтеся. Минитатор «Спевая душа» звездки Крауляны Жабенковского района открыли с поборництвы другого полфиналу шоу «Я могу». Удельники творчего квартету – работники культуры. Индивидуальность вот эта вот, она нравится людям, которые со сцены в зале они, мы со сцены поем, они в зале, они могут свободно с нами петь, не то чтобы, вот я не дотянусь здесь на этой ноте там или, а чисто «Спевай душа» да «Спевай душа». Кожный их номер – сценичная импровизация. Особливый колорит выступлению надае гумор на мясцовом диалекте. Семейный треуган Чаровых с Бреста сбирается сдевлять хореографии. Меж тем у этой семьи и шмать инших захоплений. А идейный натхняльник у семьи – мама Марина. И она же им остатский керавник доброчинной танцевальной студии «Аньол». Если даже что-то мы выиграем, если члены жюри и зрители предоставят нам такую возможность, что мы на самом деле будем победителями, то, естественно, моя цель, то есть выиграв деньги, поделиться там для Настеньки осталась с ними большая сумма. То есть и я думаю, что эти пять тысяч долларов, если уйдут на лечение, я осталась совсем-совсем немножко. Ганна Титович – одна из самых юных худельниц шоу. Это не пирожка, джа и девчонцы виртуозно выконовать любые музычные творы на многих инструментах. И еще один талент, каким Володой Ганна – спевы, а спевая она до мурашек. И еще одна представница Брестчины – Ирина Косянюк, девчонцы 27 годов. Она модельер всей своей семьи, сама придумывает и шею сценичные нарады. На самом деле, никогда не думала, что я буду шить, никогда не держала ни иголки, ни нитки в руках, ничего. Просто, ну, куда идти? Ну, пойдем в швейные. Все шьют, и я буду шить. И коли в звычайном житии девчина шеи у Марах покорыть великую сцену.